Это у Сергия Радом из Кабула. Он пришел, братья, надо дрова поколоть. Монахи молчат. Он говорит, все заняты, один я свободен. Взял топор и пошел колоть. Это здорово. А обедать отдельно? Чу-чу. Хватит. Человечки, все, хватит. Сейчас подадут. Так, сухари можно оборудовывать. Не уроните, на пол. Передайте дальше. Не уроните чашку сухари на пол, не уроните. Так, что-то никого нет. Сейчас я буду его раздавать. Сюда повара держит. Видите, как трогают людей, когда что-то не ест. Уже тронуло это лекарство даже так далеко. Остальное, что я говорил, для него. А она промолчала. Значит, это трогать. У меня сын такой же, такой же и того в возрасте. Я так и не понял. Так, ребята. Не роняйте, посмотри. Поднимите. Хлеб уже на ранее нарезать было. Наливай. Хлеб-то есть. Съешь, если уронил, съешь. Я вот уронил, поднял. Ну, это вам такие, а этим людям таким не пойдет. Я сказал, так надо. Стащи, Хрисус. Я сказал, таким людям такие же самые. Держите. Хлеб-то есть, вот он нарезан. Хлеб уже нарезанный. Я дополнительно нарезаю. Ну, вот. Потому что будет не хватать, будет опять. Да, да, да. Кусок-кусок идет. Я люблю крупные куски. Нет. Давай. Хорош? Пожалуйста. Вот Игнатьев еще и поможет. Вот Игнатьев еще и поможет. Тимоша. Хлеб сюда передайте. Хлеб есть, а в столе его нет. Ну, уже пилят рукой-то. Я не пойму, дай-ка сюда его. Я не люблю, когда вот это искусственно придумывают. Держи, передайте друг другу. Смотрите, Глеба. Гольнул и все на месте. Чего перебирают куски-то? Зачем это нужно? Это неправильно. Так, простенько, держи. Сейчас. Держи, держи. Хлеб каждый может сам себе взять. Так, давай пару. Это ребятам начинайте. Побольше. Подайте хлебу, пап. Так, всем дай. Не уроните только руках, хорошо держите. Каждый бери хлеба сколько надо. Аня, хлеба нету, дайте ей. Каждый взял, не надо ходить. Ну, маленько надо усовершенствовать. Аня, передайте, Леве, передайте хлебу. Да, ладно. Ладно, для ночи, да. Так, тут кому-то двоим еще не дали. Двоим? Да, двоим, наливай. Так, Володя, шинели надо привезти хотя бы штук 5-7. Это можно даже взять из этого. Это для ранды. Так, подождите. Так, подождите. Всякое животное наклоняется к пище. Представляю, я не животное. Всякое. И только человек подносит пищу к себе. Только человек, потеря великий. Я прочитал, мне достаточно. Скотиной быть не хочу. Херахов говорит, стыдись об облакачивании на стол. Все. Ты можешь сто лет доказывать и не докажешь. Это бессовестность. Сыдись, то есть стыда нет. Почему тебе нужно каждый день одно и то же говорить-то? Ты не можешь, наклоняешься. Я-то говорю, поел ту чашку. Что-то, мам, давай добавим еще. Дай-да. Что-то забитый. Варь мне и так. Отключилась, а я не знаю, это не метр восемь, это метр девяносто. Подгоняй, портка-долочка. Независимо от веса. Так, а тут надо глядеть уже. В левый, естественно, кусочек, а в правый, просто, прямо на кусочек ложки своего. Несешь, вот. Это картина поленова того времени. Они так все изображаются на картинах. Мы ничего не придумали. Особенно это хорошо видно, тихий дон шел около. Фильм. И они в фильме показали, как это делается. И делали из одной чашки. У нас в семье много ребятишек было, а чашка была одна на столе. Две чашки. Я когда увидел, что из одной чашки едят, до того удивился. А сам пошел в техникум уже учиться. Я поступил в техникум. Уже 10 классов кончил. Я не знал, что такое простыни. У нас лежали шкуры. Мы шкурами одевались, одеяло шитое шкурами. На шкурах лежали, всегда было тепло. И вдруг мне дали простыни. Я их принес на квартиру, а на квартире жил. Вообще жить и дали. Я их два года продержал. У меня развернутый так и сдал обратно. Я не знал, зачем они. Простыни, да еще стирать. А то вот такую игру строили. Не надо ничего лишнего придумывать. Не надо гигиениться. Лишний раз. Считаются продвинутые страны. Это Эстония, Финляндия. Испытали. Оказывается, больше всего гигиениться в Финляндии. Больше, чем в Эстонии. И дети там болеют чаще. С какой стороны принимают? С этой? Давай. Второго. Вон зубол под акцент. Елена нужна, но все в определенных размерах. А то собаку-то с мылом, шампунем мыть надо дома. Да с родом ее знают. Собака живет на улице, ее место на улице. А сегодня на руках таскают, целуются. Это извращение полное. Второе. Маленькое двенье туда. Так, срывает у нас, а погоди. Давайте. Так, тихо, старайся скорее, я сейчас прибуду. Знаешь, из-за чего? Поставила на край. А я давно. Так, вытереть. Фед, давайте, давайте. Поставила прямо на край чашки. Я начал делить, а там пошло. Так, подставить. Значит, что-то нечайно было из-за ума поставлено. Не улучшено. Рыбу готовят отменно у нас, сестры. Просто превосходно. Так, смотри, сейчас подашу, я с рыбой возьму. Все. На второе, кому рыба покажешься, давай. Если я подаю чашку, кому второе, говорю, показывайте еще раз рыбу. Вот так вот показывайте, что вам нужна рыба. Все. Сейчас я сразу доложу. Кто подает на второе, давай. Давайте узнать, что нужна рыба. Мы ускорим процесс. Если позвонит Ирина, скажи, мне двойной корс, и рыбу дали. Половинку. Оказываю, рыба нужна, нет? Ну, все. Сейчас, узнаю, кому рыба нужна, нет? Нужна? Нет. Давай, не все. Сейчас, сейчас, минутка, ребята. Сейчас, кому это? А так, сейчас, пояс? Ты, ты, ты. Ты подноси мне чашки, я буду там, а ты говори, что-нибудь. Сейчас, это кому? Рыба, сейчас, сейчас. Это сейчас. Что это ей дали, не знаю. Что это ей дали, это ваше? Да, да, давайте, варить побольше. Ну, если возьму побольше. Тебярочки. Так, а почему половина здесь? Давай-ка. Вот, смотрите, сделай, все. Она должна запоминать, от кого брала. Ваня, тебе рыба не нужна? Вот, и все. Так, она там стоит, сейчас. Игнать хочет нас садить. Вот, и все. Вот, и все. Я хорошую. Не нужна рыба? Сейчас. Сиди, хиливый, брат. И можно рыба нужно есть. Я не брала у Кирилл, я не пила. Я не брала у Кирилл. 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 Я не брала, куда обратно. Я брала вот это conect expon Wikileumlinérique. Почему то руки скидывали вот так вот всё у немца, а зиться вот так держал её. Это разрешалось видимо такой же. Так что то не надо. Ну где она половинку просит у Леры? Подойдите. У меня второе не было? Ты второго не ела? Не ела. Давай второе. Рыбки дать тебе? Не надо. В одном жесте можно столько всего вложить, оказывается. Посмотрите. Я буду поднимать, я покажу. Какой спектр заложен в одном жесте. Например, человек говорит, ну, ну, это побудительно, детская гостья, да? Ну, это, детская гостья-то. То есть в интонацию можно вложить то, что ты из контекста только поймешь. Так и в жесте. Сейчас, смотри, я поднимаю его и в чашу, и я постараюсь каждому разницу дать. Детям нравится спать на улице, ветер, пускай они лежат там. А где? На траве? На палатке, а потом шинели сверху. Где Бум? Под Бумом. Под Бумом. Там загородки, там еще не наедет, им нравится. Здесь вот… Я, какaidя-то, сам-сам спал. Смотри, это не надевали этот Begayay. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Должен месяц пробыть месяц один Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я говорю, что надо, просто надо послушать, что существует, вот то, что считаем, сегодня. Смысл в том, чтобы дозированно, увеличивая стрессовое воздействие, постепенно приучить себя как можно дольше удерживать дискомфорт или преодолевать боль, не теряя головы. Мы не можем этим заниматься, мы христиане, поэтому разбираем маленькие случаи, когда обозвал, толкнул. У нас не должно быть этого, но мы должны знать, что существуют люди, которые трудятся над своим телом. Ну ты хотя бы научись подтягивать себя, хотя бы раз в 40 поднимись. Ты посмотри-ка, что мы делаем там на турниках. Если вы начнете охаживать дубинкой по голове приятеля, попавшего в трудную ситуацию, чтобы тот быстрее решил проблему, ничего хорошего не будет. Человек должен войти в стрессовую ситуацию сознательно, добровольно, черным выделено, с целью обнаружить свои скрытые возможности. Потенциально каждый из нас способен выдержать любой жизненный стресс. Ведь самый сильный физический и психологический шок мы уже испытали, когда появлялись на свет. Чем ближе тренировочная ситуация к реальной, тем лучше. Слушай, Арсений, вот что требуется от настоящего мужчины. Мы этого делать не должны, но сами должны создать обстановку полного соблюдения канонов церковных. Посты православные, это больше половины дней в году. Не пить и не есть тогда звезды, сочельники. А для чего это? Смирить плоть свою, чтобы душа возвысилась. Например, если вы собираетесь держать под контролем стрессовую ситуацию с начальником хамом, надо найти похожего на него человека. Соответственно, его одеть, попросить, чтобы он ругался как начальник. И учиться говорить и соображать на фоне трясущихся поджилок. То есть ты должен так же, и он тебя матом и кроет, и ты его, вот они как учат. А я вам это уже говорю так, он тонет в болоте. Злоба, беспокойство, ненависть, а ты стой спокойно, на берегу спокойствия. Внимательно выслушай. И после этого ответь. Был у Наполеона такой министр иностранных дел, Талайран. Он хромой был, раненый, видимо, был. И вот его как прочистил, а Наполеон, да ты, да ты, мать родную продашь. Он какой-то договор там сделал, не так, это француз. А он выслушал, повернулся, снял плащ и пошел к выходу. Обернулся в дверях. Да, какой великий человек, а как дурно распитан. И захлопнул дверь, закрыл дверь. И одной фразой он сделал больше, чем Наполеон этими криками, властными и прочее. Вот что мы должны знать. А ты в это время стой и молись. Храм, начальник, тебя задержали. А ты стой и молись за него, чтобы он обратился. У тебя должна быть выдержка христианина. И дальше советы. Обливание холодной водой. Очень помогает, если вы чувствуете, что вам, например, трудно идти на работу, заниматься каким-то делом. Один, два, одно-два ведра холодной воды на голову. И самый неприятный разговор, дается легче. Ну ты обливался, прорубь купался. Фотографии есть. Помогает? Помогало. Даже мылся на льду. Голову мыл. Мочалкой там сидел. Вот этот прорубь продолблен. Михаил Николаевич стоит в воде, вот так, а рядом шапка, собака, все вот так он жмутся. А он тогда вылазит по льду, по снегу, бежит переодеться. Зимой. Мы тренируемся входить в зону дискомфорта. Успешное преодоление добавляет организму энергии. Тот же эффект дают горячие ванны 40 градусов и выше. Японцы, к примеру, доводят до 50. Ну, например, взять Иоанна Претеча. У него все это было. Только во Христе все это, в Боге было. Пустыни. Задержка дыхания, второй совет. Даже тут снимочек небольшой. Вот он, задерживает дыхание мужчина. Ну, плохо видно, наверное. Вот вы потренируетесь так. Вы знаете, бывает, человек поздоровает, что он сильный, как пальцы готов раздавить. А вот тебе попробуйте раздавить одной рукой, не получится. Другая рука реагирует, и он мешает. А это не может, потому что это больно. В этом есть смысл. Надежка дыхания. Задержите дыхание на естественном вдохе или выдохе. Засеките время, когда появится первое дискомфортное ощущение. Во второй раз попытайтесь зайти за дискомфорт, в кавычках, как можно дальше. Когда неудобно, что-то есть плохо. А за это зайди еще дальше. Запишите время, которое удалось продержаться. В третий раз поставьте себе цель. Превысить второй результат на столько же, скажем, на 5 секунд. Вот и где это требуется? Когда ныряет человек под воду, под водой дышать нельзя. И чем дольше ты задерживаешь дыхание, тем дольше можешь держаться под водой. Насколько верно, я не знаю, я смотрел фильм, до 5 минут задерживает. Больше даже. До 10 минут это особенно тренировка. Довольно то время, что-то собирает мидии, там, кладет и ничего не дышит. Рекорд, кажется, до 12. Это вообще невероятно. Вот у нас здесь было тренирование, я всегда держал первое место. Я любил тренироваться. Потому что под водой, а раз под водой защитит, дольше будет. Эта тренировка учит достигать заранее поставленной цели, несмотря на дискомфорт. Вырабатывает способность не воспринимать неприятные ощущения, как дискомфорт или боль. А тут что? Одну неделю не постирали постельное белье и уже завозили. Стирать надо. Постельное белье застирать очень редко, не рвать его. Ну а как редко? Ну я не знаю, но не раньше, чем через 3 месяца примерно. Вот это белье, которое к телу здесь, летом можно каждый день, каждую неделю менять. А зимой через 2 недели это норма. Что там нет? Узнай, как там тарасик. Эта чашка у него. Ягод не было? Сухарики. Сухарики ему. Сухарики, вон там. У кого-то вон там остались, дайте ему кухарик. Кому не надо-то. А это... Дальше я прочитаю. Солженицына отписано, как пытка была, чтобы не спал человек. О, как стакан или как называют. Так он один, какой-то военный, он учился стоя спать. И причем глаза вроде как бы открыты, он... То есть тренировки постоянно, чтобы с ума не сойти. Вот один православный на богослужении. Глаза открытые, стоит и... Вот такая камера, он даже не может сесть, а его там сразу бить будет. Только стоять и все. Это православное, это уже ясно, что на ходу спать, в церкви спать. И последний совет. Перекричи меня, называется. Два человека кричат, а третий судья решает, кто выиграл. Так они у нас и кричат иногда. Вот этого как раз нам не подходит, но мы видим, люди стараются и ищут выхода. А наоборот, он кричит, а ты ни слова не отвечай. Ты молись за него и сделай его другом. Нам нельзя ни бить, ни перекричать, только молиться. Потом, когда в разговоре кто-то вдруг повысит на вас голос, это уже не будет для вас стрессом. Ведь в такие моменты обычно срабатывает сигнал из прошлого, когда на ребенка кричали родители и запускается программа. Я маленький, слабый, и голос у меня тише. Потренировавшись в крики, вы сможете, опираясь на эту ситуацию, вспомнить, что в этом нет ничего страшного. И найти решение, например, тоже вдруг заорать. Как вариант, если вы теряетесь в ситуации, когда вам хамят, попросите жену или мужа, приятеля, пооскорблять вас. Потом ролями можете поменяться. Так вот у святых это было. Они придумали разное обвинение. Там вроде дюрасов говорит, а у нас так говорит, он говорит, ну ты, ты, да, ты, вот валючая требуха, подойди сюда. Я против него такое там и начинаю, нам это не подходит. Мы наоборот должны в тишине, проводить в тишине является Господь. Вот он кричит, а ты стой, молись. Вот у меня был один, зашел, и он еще не сориентировался. И стал говорить не так. Я промолчал, потом говорю, скажите, а я вам давал повод так со мной разговаривать? Он отпешил сразу. Я вам ничего не отвечу. Мы для того и встретились, чтобы получить полезное. Он замолкал, больше ни этого слова не говорил. То есть в каждой ситуации ты должен найти христианский выход. Но если в камере несколько человек, то другие за тебя уже сразу заступаются. Ты не отвечаешь, вдруг другие защитники будут. Вот мы сели за стол. У нас вагончик стоит. Зима. Работаем на реконструкции города Искитин. Я первый раз тогда перекрестился. Я взял хлеб, с собой только хлеб был. И перекрестился. А напротив сидит стол большой. Тебе что, Бог лишний кусок даст что ли? А этот рядом, который сидит, а ты не слушай меня, говорит, дай ему в морду. Вот этому. А тот говорит, мне в морду. Разворачиваться ему этому. Ну их обоих схватили, на улицу выбросили. А я доел, сидел тихо, ни слова не сказал. Господь так сделает. Нам не подходит. Но главное, видно, что мир этот ищет выхода. Заранее должен терпеть. Вот мы считаем вестратии. Жития святых. Когда они были пленные, то пленных продавали. А евреи, говорит, их покупали. Ну это жития святых, говорит так. Для всего, чтобы христиан сделать неудеями. Принять. Ну они не принимают, умирают. А он его решил распять. И он на кресте висит день, два, третий, и не умирает. Тогда он его копьем пронзил. Почему? Он, говорит, привык по-степти, и на него это не действовало. Он дольше всех жил. Это привычка. Люди, которые от себя вот так вот томили, они намного больше выдержали в блокадном Ленинграде. А которые рыхли, вот, подавай ему рыбу, тут подавай второго с добавкой-то. Ну и он маленько погодя уже скопытился. Ну все прочитал? Все. Дай-ка ты дальше. Ну хорошая статья. Да. У Игната Тихоновича добавить можно? Давай. У Игната Тихоновича это применяется. Где, например, вот мы пойдем, там труба будет, и вы можете там накричаться. То есть эмоционально вот так вот вам нужно всплеск. То есть все это продумано. Человек молится, и Господь дает ему. А это вот под железную дорогу. Под железную дорогу. Чтобы в лагере у вас крик этого не было, вот это, а там дается это возможность. Хоть сколько, взрослые могут покричать, пройтись там. Кричать, кукарекать, квакать. Только не ругаться, естественно. А в трубу так это разносится, дети разойдутся, и наконец-то в изнеможение опускаются. Все. Энергию там оставили, эмоции расплескали. Кто там был в трубе-то? Ну вот, Галина Александровна. Ну это дроба твои, Паша даже была. А вы не были? Я не ходила, не кричала. Там в трубе хорошая акустика, накричишься, тебе никаких фильмов ужасов не надо, ни Гарри Поттера. Ты сам как Гарри Поттера бегаешь там, кричишь. Ну подражать волшебникам нам не ставь, но главное быть в спокойствии, молиться. Ни одного врага не оскорбить. Чего подавьте, когда ударят? Игнать Тихонович, про бабочку опять говорят. А детям показать, какая бабушка. Редкая такая, это как бы анабражник или кто это, я даже не знаю точно. Львов Николаевна поймала бабочку, посадила ее, видите как у нее получилась красивая подставка. И сверху, как оригинально, это она показала. Редкая, таких не мало. А ну-ка, держи-ка. Мы сейчас ее поднимем. Она какая-то спит, что ли. Она как будто бы искусственная, не настоящая. Может быть ночная. Это ночная бабочка. Ночная, скорее всего. Поэтому мы днем ее не видим. Видим только ночью. Вот она увидела ее. На лопатке пекарской сидит. Смотри, интересная какая. Иногда бывает гербарий бабочек, люди со всего света собираются. У нас тут собирали ребята насекомых, делали гербарий. Видите, какая голова большая, какие глаза у нее есть. Какое чудище. Так, получилось. Ну, ну, еще раз, прося, тебя все повело. Совершенно забыла себя. После еды не потягаться. За столом начала выгибать. А Берл Грилл бы, наверное, съел бы ее. Да, Аханя. О, нет, не съел бы. Она ядовитая. Ядовитая. Сказал бы, что там столько протеина и всего, да? Поставь. Так, ну что? Отступайте. Я говорю перед обедом. Благодарствую. Благодарю тебя, Христое Божий наш. Яко-нашитель у нас земли, твоих благ. Не лиши нас небесного твоего старца. Не лиши нас, девушек, твоих, девушек, твоих. Реши нас спаси мир, дарование. Веди к нам, спаси нас. Али. Слава тебе, Христое Божий, упование наше. Слава тебе. Воздай милостями твоими, всем заботящимся о нас. Спаси, Господи, нищих, сирот, вновь, одиночих, тратских, полячиков. Али за веру. Томящихся бутылок, темнисты, за свободу. Тебе за все хвала, слава, честь, благослови. Спаси, Христос, как мы вместе стоим, не уходим. Ваша привычка сразу уходить. Сейчас ребята, мальчики, со мной пойдут за шанелками. Тут пять сказали, да? Семь. Наталья, мы уходим. И, да, разберите, это я положил туда. Прищепки я взял туда. Носки и свои плавочки.